вот он работает очень просто то есть вы таким вот образом заправляете его вот опускаете на дно вот опускаете его на дно вы соответственно когда у нас оказался на дне потом вместе с этим грузом вы его наверх и поднимаете вот он раскрывается либо образцы соответственно если у вас технология который позволяет убирать по два сантиметра вы аккуратно поднимаете затвор вода немножко стекает у вас уплотняются донное отложение потом вы уже можете либо отрезать слои и отбирать отбирать послойно либо просто непосредственно если вам не важно послойные отложения которые для отобранных а затем у нас с вами есть прибор который позволяет выбирать короткие полоски это вот адвокационная трубка называется система витек вот она с таким шаровым затвором значит она опять же опускается на определенную глубину на которую вам нужно опустить его слотки вы опускаете вот здесь достаточно сложная система правда его зарядки вот вы опускаете на определенную глубину сначала я выдергиваюсь от затвор он опускается на определенную глубину и не срабатывает то есть у вас получается некий набор то есть таким таким образом вы принимаете на поверхность есть у вас осадки потом трубу вы достаете и с помощью поршня потом грунт вытолкуете снимается сначала снимается снимается труба потом снимается шарик вот аккуратно можно посмотреть а где поршню не просто здесь нет 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 поршня здесь нет здесь есть затвор с этой стороны и затвор с этой стороны нет я имею ввиду потом поделить можно отделить я не знаю есть у нас здесь это самое выталкивается есть есть взяли 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 который у нас есть приборы для отбора пруд воды на гидрохимические там гидробиологические анализы на 10000 метров по росту да как и нет 63 миллиметра не стоит наш когда вы опускаете у вас идет сказать проточная вода сквозь трубу вот а потом когда поднимается наверх крышка закрывается соответственно это закрывается и с определенной глубины вы берете кругу воды смотрит температуру и потом ну что еще есть у нас но это для гидрохимических это лариса расскажет планктонные сетки для отбора это стандартный мультипрометровый прибор 340 и который используется для измерения самых жизненных параметров в водоеме то и замеряется кислород замеряется х печь удельная электропроводность по которой примерно можно сориентироваться и сказать уровень солености в воде уровня нейрализации в воде уровень содержания солей в воде жесткость воды примерно вот кислород относительно абсолютное содержание ну датчик должен постоянно калиброваться к нему требуется соответственно рабочие электроды вот пх и пх электрод он должен обновляться каждые полгода год иначе он немножко окисляется и неверные показатели дает ну и соответственно калибровочные растворы тоже должны быть постоянно новыми раз веках полгода в год они должны обновляться до нормальной работы это сетка обштейна стандартная классическая классическая сеть обштейна для отбора проб зоопланктона и иногда используется для фитопланктона все зависит от ячеи вот ячеи самого конуса 5 микрон и соответственно может использоваться и для фитопланктона но вообще для фитопланктона рекомендован отстойный метод то есть не фильтруется просто отстаивается и тогда все самые мелкие водоросли попадают в анализ в этом случае какие-то из видов могут просто ну проскользнуть через эту сетку рекомендован отстойный метод для фитопланктона для зоопланктона сетевой метод это сетка обштейна позволяет брать качественные пробы и количественные пробы количество отбирается очень просто то есть мы процеживаем через сеть определенный объем воды а затем рассчитываем на стандартную единицу на кубический метр воды проще по численность биомассы и другие показатели вот то есть вот например таким ведром до взяли 100 литров процедили через эту сеть зафиксировали снили в ванночку зафиксировали этикетировали и фиксация как правило используется формалин иногда спирт для метических анализов спирт сетки кроме того для бентоса для промывки бентоса бентос берется либо опять-таки вот этим начерпателем либо такой модификации лимфикации петерсон промывается все найденные организмы собираются фиксируются фиксируется лучше спиртом хотя помоим позже пока если это количественная проба то берется две выемки здесь не знаем площадь начерпателя до 0 25 кубических сантиметров и потом ведется пересчет на стандартную площадь на метр квадратный для вас численность бентоса бентосных организмов организмов которые обитают на дне в дне вот то есть такими приборами пользуются в работе для фазе аналогических палеоэкологических мы по крайней мере используем поле аналогических палеоэкологических гидробиологических исследований сейчас можно будет на практике попробовать я думаю сначала нужно это сама могу сплавать отобрать трубы воды можно было сделать заодно посмотреть какая там температура и и заодно замерить глубину а потом уже сходить может каждый попробовать и отобрать пробы донных отложений в эксперименте глины много попадает ну что кто пойдет скорее проблема могут быть когда в конце цветения наблюдается за счет водорослей может забиваться ячья а глина я бы не сказал нет мы стараемся брать именно планктон там где толще воды не со дна если ты берешь со дна уже пробный зоопланктон работать невозможно уже мешают при микроскопирование частицы минеральные или органические они уже мешают то есть должна быть чистая вода они же не разделяют первых есть глина они слипают вы имеете ввиду зверь которая плавает? зверь конечно нет то есть ну допустим для зооплантуна как правило это 100 микрон промывается но и глина у нас особо не бывает не бывает но это если очень фитопланктон может быть у меня интересный зоопа теоретически это все демок не так? не так? не так сухо было мы посмотрите если мы с биологами работаем все время и цедим эти а вы знаете какая максимальная глубина если сильный ветер долг а мы сейчас посмотрим они тогда ждут так что мы работали и едут что их холодно Субтитры делал DimaTorzok Я собираюсь с берега